В эфире телеканала Самара Гейтс при своем мнении Инга Пейнер. Здравствуйте. Неуправляемый. Противостояние, о котором хочу рассказать сегодня, длится уже 7 лет. И за это время чего в нем только не было. Избиение 80-летнего ветерана войны. Слухи о растрате миллионов и реальные уголовные дела. Речь о скандально известном ТСЖ-проспект, чей председатель Владимир Фатеев уже дважды прошел через горнил уголовного процесса, но по-прежнему держивает власть. Более того, несмотря на запрет суда занимать руководящие должности в сфере ЖКХ, приговор вступил в силу еще в марте, не только не расстается с креслом, но и успешно сейчас участвует в новых выборах. Оппозиция председателя написала жалобу в прокуратуру с требованием найти управу на управдома. Надзорное ведомство назначило проверку. Эксперты же говорят, сложившийся правовой казус чреват новыми уголовными неприятностями. Коммунальная война идет в доме, который в советские годы не просто считался образцово-показательным. Проспект Ленин-1 известен в Самаре как дом Козлова по имени генерального конструктора ЦСКБ «Прогресс». Многоэтажка некогда относилась к заводу и говорят, за безупречный быт здесь боролся сам Дмитрий Ильич. Теперь же иные времена, иные нравы. Здесь, собственно, живут-то у нас люди, те, которые строили космический щит этой страны. То есть вот те люди, которые там с Гагарина начинают, да. И вот этим людям сейчас просто гадят нагло. Вот то, что, ну, знаете, вот я первый раз в жизни понял, что все-таки бывает фраза «за державу обидно», вот это та самая фраза. Вот про наш дом. Жулик воровал, воровал. Он проводит собрание, хочет, чтобы мы его опять избрали. Вступило в силу решения суда. Все, до свидания, дядя, уходи. Нет, он сидит, продолжает, формирует вот этот список своих же людей, таких же. Опять набирается смелости, или можно другое слово сказать, вписать себя в этот список, будучи дважды судимым, дважды уголовником будучи, так, продолжает писать себя и считает, что так и должно быть. До сих пор он продолжает пользоваться нашими деньгами незаконно, то есть никто его не в зарплату получает, премии хочет получить. Спокойная жизнь в Козловском доме, рассказывают товарищи по несчастью, закончилась еще в 2009-м, когда вскрылся тот факт, что жители переплатили за отопление на минуточку полтора миллиона рублей, и никто им эти деньги не вернул. Последовало первое уголовное дело, но шумиха улеглась, а главный вопрос, куда делись деньги, остался без ответа. Дальше следующее дело, которое, впрочем, тоже закончилось пшиком. В 2012 году во время капремонта из подвала вывезли мусор на 666 тысяч рублей. Деньги эти принадлежали фонду содействия реформирования ЖКХ, и в дефектных ведомостях не были предусмотрены такие траты. Объем того мусора, который вывезли на эти деньги, он превышал сам объем подвалов. Это просто анекдот, это все рассматривалось в суде. Счетная комиссия сначала превышение смет выявила на 13 миллионов, потом якобы та организация подрядная, которая выполняла капитальные эти работы, предоставила дополнительные документы, и эта сумма снизилась до 5 миллионов. Но никто этим не занимается, никто не расследует. В Козловском доме живут инженеры, строители, бухгалтеры, люди грамотные, умеющие считать деньги. После того, как активисты прикинули в месяц на текущий капитальный ремонт, товарищество собирает порядка полумиллиона рублей, а в доме по-прежнему множество дыр, требующих срочного латания, они и стали подозревать дурное. Вот, к примеру, члены ревизионной комиссии, изучая документы, однажды задумались. А зачем-то СЖ заключает договор с неким ООО «Пионер», если сама эта контора работ не выполняет, а только получает деньги. Эта прокладочная контора, она получает 21,13%, отсасывает эти 21,13%, остальное пускает на работу. Это документально подтверждено. Когда этот вопрос ставится на правление, говорит, ребята, у нас украли 21,13% наших денег, верните. Что говорит правление наше? Оно говорит, не надо. Это ерунда, это мелочь. Я как ревизор выбрала из программы 1С, и у нас получилось, что мы уже через этот «Пионер» 10 миллионов прогнали. Пятую часть всех денег у нас в СЖ кладется в карман. Я не знаю, как их пилят дальше. Не вяжется ничего ни с чем. У нас в доме нет инвентарного дела. У нас просто банально не идут площади по дому, не заказывают инвентарное дело, потому что можно по-всякому этим манипулировать. Вот расценки при этом изменяя, там на площади умножая, там получать разные там очень интересные для себя цифры. Я пытаюсь в этом правлении победить это воровство. И я не могу этого сделать. Я честно признаюсь, я вот сдаюсь. В ответ на эти обвинения члены правления идут ва-банк. Вот кто-то на объявлении ТСЖ написал слово «воры». И сторонник действующего председателя Михаил Кувшинов затевает расследование. Это я вор. Вот сейчас вот это все пойдет в органы. Мы шифруем, кто это подписал. Кто это подписал. И делают дело. Апофеозом этого противостояния и стал инцидент с 80-летней старушкой. Раиса Михайловна ветеран не только Великой Отечественной, но и коммунальной войны. Дамний оппонент председателя в тот день, рассказывает, она разносила по почтовым ящикам листовки с информацией из прокуратуры о бурной деятельности главы ТСЖ, что явно не понравилось Фатееву. Он у меня выхвастил эти все пакет большой, тяжелый. И начал по голове и по ногам все. Ну вот мне было плохо, меня увезли на скорой. Ветерана госпитализировали в Пироговку, завели уголовное дело. Фатееву присудили штраф в 10 тысяч рублей. Казалось бы, мелочь. Но вот на ней председатель и погорел. Поскольку заплатил его не из собственного кармана, а из кассы товарищества. В итоге в марте операционная инстанция областного суда запретила Фатееву в течение двух лет занимать руководящие должности в сфере ЖКХ. Думаете, что-то поменялось в жизни дома? Не тут-то было. Члены правления отказались переизбрать нового председателя. Это старые шакалов, которые около Шархана. Он перед вами извинился, хотя бы? Да нет, кто-то будет извиняться. Вы что? Они давно уже решили, что они здесь хозяева. И я не боюсь, пусть подают на меня в суд. Я давно прошу на каждом наседании правления. Когда мне говорят, я говорю, он вор. У нас разговоры, причем у председателя направления замечательные. То есть фильтруй базар, это самое нежное. Я их откровенно называю вот этой компанией, которая там, в основном, это, говорят, сучи племя. Вот. А суки могут только стучать. Они ничего будут творить нет. Они могут только стучать и доносить. Собака лает, караван идет. Иными словами, тамбовский волк тебе, товарищи. Владимир Фатеев в адрес оппозиционеров на красочные эпитеты тоже не скупится. На интервью соглашается легко, на все острые вопросы. У него давно заготовлены ответы. Бабушку он и пальцем не трогал. Так вы били ее или не били? Да ладно, я сейчас смеюсь. Забрал только пакет и все. Если бы, прости, господи, если бы я ее не тронул, вы уже давно упоминали бы ее. Деньги из кассы брал, но хотел вернуть. Денег не было. Потому что, по большому счету, хоть она не там и кажется, что там миллионы, она сам били. Но так получилось. Я, в принципе, сказал, не задумываясь, что как бы там, ну сумма не настолько велика, что бухгалтер, чтобы она оплатила, а потом зарплату удержала. Здесь есть люди недовольные. А суть этих недовольных людей – воруют. То есть у них, понимаете, одна платка. Воруют. В том числе и вот. А вы не воруете? Нет, вы нет. Подождите, воруете. Нет, вопрос в лоб. Ну нет, суд доказал, что я, как бы, 10 тысяч, которые вот эти. Покидать насиженное место, а в кресло управдома бывший слесарь Жеу попал еще в 2006 году, он тоже не намерен. За эти годы, уверяет, для дома сделал больше, чем за 35 лет его существования. Что бы там ни говорили его оппоненты. В нашем доме живет 2000 человек. Соответственно, оппозиция составляет, считать легко, да, где-то 15-20 человек. Но к нам вышло не 15-20 человек, поболее. Ну, к нам вышло там 30 человек. Неважно, сколько человек оппозиции, да, давайте поговорим о вас. Почему же вы продолжаете занимать эту должность? Понимаешь, там решение такое очень небесспорное. Меня осудили не занимать руководящей должности. В сфере ЖКХ? В сфере ЖКХ, руководящей должности, должности. Вот, и потом смотрим дальше. Значит, руководящие должности относятся только государственную структуру. ТСЖ в это не попадает. Ну как же, там приговоры сюда прямо четко указаны. ТСЖ, управляющие компании, иные организации. Вы не слышите меня? Я слышу, я просто читала приговор. Приговор мы тоже читали, юрист мы читали. То есть прокуратура не права? И суд вынес решение, которое исполнить невозможно. Ну, значит, вы будете участвовать в новых выборах? Да, я участвую в новых выборах, и результат очень даже неплохой. А если еще какую-нибудь очередную бабушку сбить, то вообще в 100% будет. Но черный юмор председателя в прокуратуре не очень оценили. Отведение в заблуждение, потому что в приговоре суда указано, где Фатеев не имеет, в каких организациях Фатеев не имеет права занимать руководящие должности. То, что возможно, на что надеется Фатеев о том, что он сейчас не исполняет приговор суда, и в течение двух лет, которых он не должен исполнять, занимать должности, они пройдут, и все само собой успокоится. Нет, такая ситуация невозможна. Срок начала исполнения приговора суда начнет течь с того момента, когда Фатеев освободит свою должность. Прокуратура назначила проверку, отправлен запрос в уголовно-исполнительную инспекцию, которая и должна отвечать за то, чтобы решение суда не осталось на бумаге. За игнорирование приговора тоже, кстати, есть уголовная ответственность. Статья 315. Не тяжкая, но все же неприятная. Максимальный срок до двух лет лишения свободы. Минимальный штраф до 200 тысяч. Юрист Вячеслав Мещеряков, который не первый год разбирается в ЖКХ конфликтах, говорит, что с таким случаем сталкивается впервые и предупреждает членов правления о скандалившемся ТСЖ. Поддержка, которую они оказывают своему председателю, вполне может подвести под монастырь их самих. Юрист, который их консультировал, видимо недостаточной квалификации имеет в области уголовного права. В данном случае это обязанность правления ТСЖ. Они должны после вступления в его законную силу немедленно провести заседание правления и переизбрать из своего состава действующего. Поскольку они этого не делали, то на всех этих членов правления можно заводить уголовное дело. То есть у них сговор идет своеобразный. Поэтому людям, чтобы выбраться из этого, нужно провести общее собрание, взять инициативу в свои руки. Организовать общее собрание в доме, где тысяча квартир и 28 подъездов – дело в лучшем случае крайне непростое. И пока оппозиция пишет жалобы, действующее правление тоже не сидит без дела, проводит выборы. Как уверяют несогласные, безальтернативные. Ни один человек, который хотел попасть туда, не попал. Произошла такая узурпация власти. Насначают собрание на тот момент, когда в основном люди на работе или где-то, понимаете? То есть вот такие вот просто пакостные вещи происходят постоянно. ТСЖ – это самая лучшая на сегодняшний день форма организации жилищно-коммунального хозяйства. Самая лучшая. Но она хороша тогда, когда во главе стоят порядочные люди. А когда стоят непорядочные люди, то это жирная кормушка для этих непорядочных людей. Что сегодня мы наблюдаем в нашем ТСЖ? Там клондайк, можно делать все хочешь и никто тебя не накажет. Последний крик к жильцам – либо мы с вами что-то сделаем, либо давайте это ТСЖ уничтожим. Это можно сделать элементарно, когда члены товарищей собственников жилья пишут заявление о выходе из состава ТСЖ. И если таких собственников будет более 50%, ТСЖ уже не существует. Вы бы посоветовали такой путь? Я не считаю, что это необходимо. Я не считаю. Почему? Потому что ТСЖ все-таки это более интересная форма управления многоквартирным домом. Она более открытая при всем том, что вот есть такие моменты. Вы поймите, в ТСЖ может быть где-то и воруют, да. Но это вскрывается, об этом говорят. А в управляющих компаниях что творится? Я сразу сказал, вот той оппозиции и Фатеева тоже предлагал по поводу всего этого. Значит, давайте так. Либо вы начинаете работать открыто, чтобы все собственники знали, что происходит в ТСЖ. Либо уходите, либо меняйте новое правление, и новые люди пусть занимаются этими делами. В ближайшем будущем на нерадивых управдомов, которые чувствуют себя удельными князьками, все же можно будет найти управу, уверен эксперт. В Госдуме сейчас активно обсуждают введение аккредитации для председателей ТСЖ по аналогии с лицензированием управляющих компаний. Ожидается, что новшество появится осенью, и тогда дискварифицировать зарвавшуюся главу товарищества будет гораздо проще. Как эта реформа повлияет на затяжной конфликт в отдельно взятом доме по проспекту Ленина-1, предсказать пока трудно. Но в любом случае, если прокуратура и уголовно-исполнительная инспекция проявят принципиальность, история обещает интересную развязку. С меня продолжение. А пока на сегодня все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся.